Что такое инновация? Казалось бы, простая история, да? Цепочка ценностей, создание ценностей. Но какой? Сначала идея, потом идея воплощается в что-то, что мы можем назвать изобретением. Причем изобретение совершенно не обязательно техническое. Социальное изобретение – это в такой же точной степени будет изобретение, правильно? А потом уже что-то, что становится ценностью не только для изобретателя, а для других людей. Все те вещи, которые, в принципе, алгоритмизируемы, они станут уделом роботов. Уже там через пять лет не будет такой профессии, как банковский оператор. Почему? Потому что искусственный интеллект делает это лучше. Хотим мы, не хотим мы этого. Да, машины будут без водителей. Что никогда не алгоритмизируется? Что нельзя будет сделать уделом роботов? Конечно, творчество, творчество абсолютно, это нельзя будет сделать. И несмотря на то, что сейчас кто-то скажет, о, роботы сейчас пишут музыку. Роботы пишут очень плохую музыку. Роботы картину могут написать. Роботы могут написать очень плохую картину. Почему бы я не хотел, чтобы моего ребенка учил робот? Робот может помогать. Помогать. Но я вижу роль учителя, в первую очередь, в том, чтобы как раз-таки вдохновлять, инспирировать что? Собственное думание. Собственное решение вопросов. И мотивировать к тому, чтобы познавать. А что входит в эти вещи? Ну, первое – возможность познавать. То есть возможность самому быть открытым. Учиться, узнавать и вбирать в себя то, что очень быстро изменяется. Вторая история – это возможность работать с людьми. То есть это команда, которая реально обладает так называемым эффектом синергии. Когда один плюс один плюс один гораздо больше, чем три. Третья штука – это возможность смотреть на вещи по-новому. То есть то, что мы называем новыми возможностями мышления. Первая часть эмоционального интеллекта – она про то, что вы распознаете свои собственные эмоции. Свои собственные чувства. Вы скажете, ну и что такого? Мы их и так распознаем. Как психолог я должен сказать, что это совсем не так. Эмоции гораздо быстрее, чем наши мысли, гораздо быстрее, чем суждения. И очень часто мы ломаем много дров, когда, собственно говоря, мы сначала действуем эмоционально. А дальше уже следующая ступенечка в этом – это видеть эмоции и чувства других людей. Для чего? Чтобы выстраивать те отношения, которые конструктивны. И что очень важно всегда – это как раз-таки не слова, а то, что называется паравербальным поведением. Это не слова со смыслами, а это, предположим, силы тембр голоса, монотонный стимул усыпляет. А когда у вас идет переход и когда идут множественные переходы, то изменения, они активируют восприятие. Предположим, такие вещи, как поза, жест и так дальше. Их нельзя недооценивать, потому что все работает либо за вас, либо против вас. Мудрец идет, встречает трех строителей. Он спрашивает первого – ты чем занят? Первый ему отвечает – я кладу кирпичи. Тогда он спрашивает второго – а чем занят ты? Второй говорит ему – я строю стену. Он спрашивает третьего – а чем ты занят? И третий ему говорит – я возвожу храм. Что правильнее из трех целей? Ну, конечно, возводить храм. Потому что третий говорит это с лицом озаренным и вдохновенным. Это та самая большая цель, которая позволяет в конечном счете и не уставать. Это – еб alcance. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok